а вот это знаете как получилось мы уже заканчиваем еще немножко вот это дерево у меня был питомник я привез несколько черенков с украины один из них как сказать это брать не брать там тоже не все же выдающийся это я привык таким веточку привел на маджоса получилось вот такое чудо вот рекорд 23 ведра вот ну не в этот год а еще через пару лет молодое дерево совершенно сергей молодой совсем он улыбается как там ольга исакова что моего сына злобный взгляд вы посмотрите лопаты убить готов зачем за что он понимает злиться что выглядит это не совсем адекватно ну зачем доводить это это взять и написать вашего сына злобный взгляд он готов он стоит с лопатой и учит ваши друзья учат это как правильно посадить дерево холм вокруг эти перегной отступил метр перегной ну и дальше что привил а это прям питомник был и вот он начал захватывать пространство я уже понял что это будет выдающийся дерево первый урожай мать честная мелкие кисло-сладкие или сладко кислый а потом тот самый случай который войдет учебники что железов дурак который в это чистый случай почему я говорю сейчас поймете речь идет о кроне именно о кроне ведь я же его не калечил не пролежал согласны если пролежал что увидите чё тут резать его любая ветка и сегодня сейчас там столько плодов я вам сразу скажу видео то что на экране сейчас на плоду 5 раз больше я специально буду готовить мировой рекорд про именно по этим но отдельно по темам я же не говорю вообще мировой а именно допустим по железам они же знаете где урожай на и вот получается я хочу это быть первым на планете на глаз слушайте дальше значит вот тот самый случай две машины ездили на курорт проезжали мимо можно посмотреть а в июле еще никаких этих нет покупатели насаженцы ну пожалуйста и у меня два гостя 13 человек я тринадцатый угощал угощал дикий восторг проходим мимо этого дерева а уже позже было другой год ковром лежит ковром когда обходим и поднимаю только вкусно 2 вкусно давай играть а я-то не вы продавал косточки тогда еще вообще ни одна не продавал это набивать карманы у кого там сумка ну чё вы делаете я же сейчас королевское угощу это вкуснее и тогда я но не было еще не умел фотографировать не умел эти фильмы снимать не было участвовать голосуем кто слаще королевский не не слаще кто вкуснее королевский или этот 12 рук кроме моей и тогда я вспомнил такую вещь многие от меня это серьезный разговор ребята но я от меня ждут чудес и сверх сладких плодов у нас китайки и не я совершенно ни при чем я доставал из разных садов они где костика упала там зашла кольнивые отводки лезли так что пол сплошной лес вот где-то взрослый дерево вокруг сплошной лес полз то запустил сад пол сотни сотни лезет из земли вот так сплошной заросли или отводки или костики нападали вот трудно было мне коллекцию собрать да нет конечно вот я вам отдельно подбирал коллекцию смотрел под прививки чтобы на них персики привать эти самые те же сливы крупноплодные так вот выбирал уже из того ну везде были это потом и гордо все люди убивать деревья ой как научились спасибо вам в том числе и вашим академиям уважаемые эти дамы так вот значит получилось так что часть этих читай был настолько сладких невозможно было есть у меня друг вырубил китайки ты сама сошел лишь тебя хотел это взять на это он говорит я не могу их есть приторно сладки и у меня такие были есть приторно сладкие с кислинкой и получается что заканчивая разговор чем значит экспедитор когда-то я прочитал статью она была полу научная полу такая что кто-то журналистом взял присоседился к грузовом машине с юга на северу там примерно среднюю полосу россии повезли яблоки полную машину нагрузили колхоз и те поехали его продать тут прям на рынок вот приезжают в ведро в ведро вот и он говорит сделал делали так проехали одну область встали на рынке они угощают там отрезают по кусочку на те и не берут все приехали в другую область распродали мгновенно вот и он сказал так а причина верьте не верьте серьезный человек эту статью написал причина в том что яблоки были кисло-сладкие ну типа антоновки ясно это не сахар антоновки сами знаете вот это не сахар и главное достоинство пролежать до весны и тогда сработается кислота и тогда будет вкусно то есть для этого они и лежат и больше кислоты чем допустим в летних сортах и вот понятно у тех желудки с повышенной кислотностью они есть и старые целая область ну так образно целая область переехали в другую область и там вода другая состав солей другой желудки привыкли к другой этой воде схватали все продали и обратно с деньгами поехали к себе в колхоз вот яркий пример что касается вот я вот эти самые абрикосы до китайские вы эти манджурские я их не ем для меня это кислинка а мои гости их бедрами едят вы подумайте теперь значит мы будем заканчивать прислал потом вот очень помните у которого это который написал в ямку посадил железо не знал вот он довел до такого состояния абрикосы и боись его и нет он так и написал не боись вот а мне что было делать я оставалось только гадать помните там также пункт 1 пункт 2 3 4 про заглубление штамба про заглубление корневейшейки про посадку в ямку но мы это все проходили вот он потом попозже прислал фотографии вот эти но обидно же а в эти сказки что это манилиус сожрал я не верю второе деревне едят у меня его нет привозила я на сады сервинича спиранка свою свою она и подруга она и это заведующая лаборатория по грибам госуниверситета ну и чё нет ну что делать заканчивать ваше абрикосы косточки в радость только скажите сколько их вымачивать перепосадка в июне а я обещал человеку долежали до июня бывает такое в жизни обстоятельства как их садить на место или горшок еще у меня вопрос косточки которые плавают на поверхности может их не стоит садить начну с последнего залежала косточки теряют свои вот эти утонутые утонутельные свойства то есть они лежат они посыхают и они будут плавать а на самом деле они живые понимаете как я делаю я ну видели на высоте выхода вот сидит человек помните я покажу сергей ковыряют дети ковыряют племянницы ковыряют все ковыряют вот кому не повезло вот противное дело а потом идет когда их надо быть а бойца как вот так вот и все в ядро моется но сейчас всплыло все выбрасывается все проходит год я в пункте я продавал косточки прошлогодние какой как бы которая не вот последнего рожая предпоследнего помните когда-то я гордо говорил а у них они теряют свои свойства в среднем получается как даже такое впечатление было по отзывам что они даже жалоб на плохую просыпаемость было меньше даже только впечатление что они лежат еще и это нетерпение ждут когда посадят то есть по крайней мере не хуже но среди них а потом бах а вы же учили а я раз они лежат 2 года а у меня все по-честному 2 года я продал как 2 года вспоминайте вот значит а они там из десяти там 4 всплыла они не могли не всплыть они в сухом виде хранились вот поэтому и на всякий случай то что залежались виноватого сами я услал вам свежие правильно заряжали до июня вот поэтому те что плавают и те что не плавают то что то все садите это первый ответ 2 раз его в радость видите сколько вымачивать ну теперь уже перележавшие ну для 2 можете выучить вот это я уговорил но еще раз решил на вебинаре повторить вы не она такая ну для 2 допустим полежать а потом следующий вопрос принципиально на место рюгашок вот это болезнь наверно эти все все эти рассады помидорные рассады об этих самых капустные рассады все обязательно надо пропустить через подоконник это страшная вещь тем более потом смотришь берут обыкновенный пластмассовый стакан он вылез на подоконнике вот так конечно вот так а как ты его теперь достали стоит пластмассовом стакане не посадишь а такие большинство пластмассовых не посадишь а стоит его даже аккуратно разрезать как-то это ну не успевает он там за месяц за два лишь посадили допустим где-то в апреле в мае хотите высадить ну вот корни там почти нет уже тут же все раз перед вами голые корни вот такой жалкий человек конечно это я и тем не менее это упорно упорно и мои тоже рассады башок зачем подожди подгадай так я говорю так абрикосы два месяца до высадки но прикинулся у тебя в середине допустим вот а почему это дома почему я посоветовал все-таки не ждать еще год а высадить а потому что она сказала что на сердцовской области играть сердцовской области то что это самое курортный город что ли ну ладно в июне вот как у нас июнь холода стояли вот все замерло не было этих самых как такое впечатление что там весна ранее застыла ну в июне ладно будем надеяться что вызреет а вдруг будет хорошее лето но будет длинная осень но не ждать еще год вот я им посоветовал во-первых садим июнь и ладно в июне только не в горшок так ну и последнее я сейчас скажу смотрите ребята нас мало тем более еще не все рассылку получили вот это та самая будущая книга мы с вами сейчас сто восемьдесят семь или восемь вебинарах готовили эту книгу сюда пошли информации с первых полусотни сотни то есть я не знаю процентка дел обратите внимание насколько все сжато 35 на этой же странице 35 на это же 35 36 37 вы видите это то что от меня хотели что от меня хотели чтобы было сжато лаконично и вы не как сегодня сколько рассказал я рассказываю я не лекцию читаю вот это вот только одна страница то есть страница ну да страница оглавление вторая если все естественных выставников посадка помните от посадки до посадки вот и пошло посадка заглубление похороны схожесть после посадки вот и поняли вот это вот книга ей не будет равных вообще именно практическое посмотрите внимание сегодня мы проходили уничтожение муравьев недавно проходили уничтожение муравьев бороздование глупость невероятная чистка коры не величайшая смертельная работа помилка сегодня проходили по белку вы понимаете что сейчас мы с вами готовим какую книгу дабы третья вот она третья да вот которую часть из вас подписалась многие даже гордо заявляли в оценивать все порядке я подписался я вышел и прочее деньги там это тоже 1000 рублей вот это в самый минимум потому что потом цена будет двойная тройная все подорожало только тех кто сейчас кладу деньги в эту типографию буду хотели получать победим 700 плюс 300 пересылка вот это мы с вами делали что делал оценка его на памятник ставить процента вот это все вы говорили где-то две минуты где-то 5 минут переводится в текст убирается естественно все вот эти мои вопли и вопли моих оппонентов вот и получается четкая лаконичная учебник это учебник вот этот учебник это вместо вот тех вот и дебильных учебников вот этих вот мне еще осталось две минуты сколько этих проблем сколько вопроса 19 век перешел плавно двадцать первый век вот как они уничтожали то отрезать все сосущие корешки и посадить дерево это назад это вот оттуда и пошло и вся эта глупость двадцать первые веки существует и вот эти штабы существуют двадцать первые веки дебильные а вот это вот то что вот эту бы книгу допустим классик бы допустим в 11 вот одиннадцатый класс верить вот писать себе вот эта книга которая уже видела когда сразу все дети заставят зубрить вот это и вот эту дурь глупость невероятные невозможно запомнить невозможно понять что это такое невозможно осенью хлоропласты превращается в хромопласты пластины желтая я смотрю опять давление скачет однажды вот я сейчас свалюсь это не стану больше это вот это виновата вот это вот дурь одиннадцатый класс создали создали его надо было наполнить и три нехороших человека вот они фамилии вот они вот взяли и вогнали вот это вот то что вызывает отвращение болеватину у любого ребенка меня бы тоже было бы а у ничего памяти нет я почему золотой медаль не получил лучший ученик догадайтесь памяти нет не мог все запомнить все эти теоремы все эти самые невозможно но я живу без памяти все знают что не дурак лучший ученик считался в школе вот это кому мне железо в одиннадцатом классе я не учился одиннадцатом классе слава богу меня учили позже этих самых червей меня учили позже этих муравьёв а эти чему учат и вот когда родилась вот эта книга а теперь уже это поколение и ни черта не это сама ни черта 22 года закончил допустим это самый университет толку от того что они учились а где-то живут то что вы видели они запасы там всех этого первого курса пи-пи-пи-пи передрали в школу под длейшая вещь под длейшая вот пока помогите хотя бы это несколько сотен экземпляров чтобы разошлось по стране а потом однажды когда тимошка вырастет ваши уже не дети дети уже бесполезно памперсники еще может быть вы отучите внуков от этих вырасти уже без памперсов без этих самых перегретых яичек трусах перегретых все что перегревает это остановка развитие организма психики силы смелости ловкости вот а потом где это несколько раз показывали несколько уродов подонка убьют женщину лежит десятки мужиков мимо проходят вот они памперсники чек тонет смотря как тонет не один боец холодной воды я уже наболела 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 вот книга для будущего что это примерно на 10 класс можно там уже восьмом это все что тут непонятного то ой боже мой выговорился а иначе помер бы понимаете вот попробуй не было вебинар не было бы сафронов вот это все видеть всю эту дурь которая растиражирована не миллион экземпляров каких-то миллионов что вы десятков сотых миллиардов если брать количество страниц если брать количество статей миллиарды и все это для того чтобы это самое через раз будет проходить извините каковы я это сама кому я обещал меня зовут наталья все следующий раз вот это я хочу чтобы вы сами ворачивали и вот эту вот дурь еще там берешь ли на вишнях привитых абрикос и вот эту дурь а вот это чтобы выращивать чтобы становились это мне кого-то мы можем только взять количеством сейчас такие санкции это один из миллионов вот каждый этот санкции это один из миллиона один из десяти миллионов учитывая рынки забиты и маловато ли все выговорился каждый раз надо спокойным тоном спокойным тоном все вот сейчас хоть несколько человек только задремало те которым не интересно вот это вот что что детей вот этому учат вот этой дуре взять с института перегнать школу вот это вот как как принимали там еще фамилия тех кто принял у них базовая базовая это базовый уровень это значит все дети должны знать все выговорился так мы сейчас переходим и расстаемся на пять минут видите сколько мне присылать интересного материала здорово да но это все пропускаем я недавно я только за два дня три фильма сделал вот они да сейчас где они у меня тут вот тут вот они последние фильмы да четыре это только только день день ну в общем мы поняли три или четыре фильма вот почему я не успеваю на вебинарах все сказать я много говорю это моя слабое место но я знаю большинство все равно нравится рассказы они лекции вот поэтому я еще кроме этого следите пожалуйста за моим ютубом записывайтесь никогда вас не призывало сейчас говорю пожалуйста кто кто еще нет запишитесь на чтобы вот сюда попадать вот сюда вот на мой канал знаете сколько здесь их мы с братом еще с несколькими помощниками сделали 2800 фильмов на любые темы 2800 фильмов представляете помните вот это вот эту дурь на прошлом вебинаре теперь это отдельный фильм многие не могут смотреть по три часа мы три часа с вами беседы псуны многие не могут ну вот тут минут десять допустим но хоть они узнают что вот эти вот тот то придумал эту идиотскую вот это вот спасение от муравьев от главных хранителей я каждый день после этого сейчас хожу и ищу муравьё ладно проехали и низко кланяюсь огораживаю каждый муравейник ну наверное я чего-то понимаю а и я